Начали за здравие, окончили за упокой. Этой пословицей можно описать сегодняшний совет по культуре, который посвятили музейному делу. В середине доклада министра культуры выяснилось, что за последние пять лет отреставрировать удалось лишь четыре сотни предметов, а 30 тысяч других экспонатов превращаются в труху. Неясно, сохранятся ли они еще в течение нескольких лет, пока за них наконец-то не возьмутся реставраторы. Точнее, реставратор, потому что на всю республику он один. На данный момент в Бурятии работает только один реставратор высшей категории – универсальный мастер по работе с металлом, деревом, папье-машей. Музеи работают с реставраторами только на договорных основах. Для кардинального решения этой проблемы необходимо создать реставрационные центры. Этот центр надо создавать немедленно, сообщила глава Минкультуры. Также в ведущих вузах страны по квоте надо выучить студентов Бурятии на реставраторов. Своё выступление министр завершила, рассказав о том, что музеи остро нуждаются в выставочных площадях. Сейчас жителям республики и её гостям показывается всего 5% музейных коллекций, остальное пылится в подвалах. Поэтому строительство нового здания Национального музея Бурятии – одно из самых ожидаемых событий. После министра слово дали представителю Минкультуры России. Попросив на неё не обижаться, чиновница подвергла пронзительной критике условия хранения и экспонирования предметов в музеях региона. Художественный музей расположен в жилом доме, а это недопустимо. Музей истории Бурятии вообще не имеет постоянных экспозиций, а освободившееся помещение Нацбанка на улице Ленина так и не передали музею природы, который сейчас не имеет собственной крыши над головой. Было передано не музею природы, а чиновникам мэрии города Улан-Удэ. Музей природы снова остался без здания и какой-либо перспективы. И хочу подчеркнуть ещё раз, музею природы не место в помещении художественного музея. После вашего доклада хоть сказать только «Аминь» и всё. Ну, знаете, я бы так вот с надруем бы не говорил. Хотелось бы построить много хороших музеев, с хорошим фондохранилищем, набрать необходимое количество людей и всё. Конечно, хочется. Но мы же в реальном мире живём. Мы же не можем, ну, в принципе, не можем это сделать. Взять и за раз всё решим. На совете решили к большим музейным целям двигаться мелкими шагами. Глава Бурятии поручил искать альтернативные площадки для выставок. Ими могут стать университеты, спорткомплексы и даже торговые центры. А музееведом Алексей Цыденов посоветовал сделать фотозоны для фотографирования, создать описание своих экспонатов на английском и китайских языках, а ещё увеличить продолжительность рабочего дня летом. Закрываться в шесть вечера в пик тур сезона недопустимо. Главный посыл руководителя региона – привлечь в музей жителей. Ходить в него должно стать модой. Новый тренд запустили прямо на совещании. Министры экономики, образования и культуры дали обещание прийти в музеи всем коллективам. Анна Зуева, Вячеслав Батоев, телекомпания АТВ.